И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом данного видео хочу выразить огромную благодарность всем своим спонсорам. Спасибо вам, ребята, за вашу месячную поддержку. Мне очень приятно. Данное путешествие, ребята, мы с вами совершим по разным местам, планетам, по вашим комментариям в нашей галактике Млечный Путь. Достаточно множество комментариев собралось за последнее время посетить ту или иную планетарную звездную систему. Итак, первый объект для нашего наблюдения это звезда Бетельгейзе. Красный сверхгигант, который виден невооруженным глазом в туманности Ориона, который каждый из вас сможет увидеть красной точкой на ночном небе. Очень большой объект. Так, красный сверхгигант. Светимость 9446-485 солнечных диаметров. То есть, если поместить данную звезду в нашей Солнечной системе, она бы дошла бы до орбиты Юпитера. Давайте посмотрим браузер. Планетарный браузер. В основном это все раскаленные пустынные субтерры, раскаленные мини-Нептун. Планет с жизнью здесь мы, конечно, с вами не найдем. Горячий мини-Юпитер. Ну, можно вот, в принципе, посетить вот эту планету. Раскаленная пустынная субтерра. Кстати, под последним видео собралось множество комментариев по обновленным кольцам 3D Space Engine. Мне многие говорили, что, Скай, почему ты ругаешься? Ведь это же бета-версия, и, возможно, скоро будет все намного лучше. Ребят, да, я понимаю, что это бетка, но... Могли бы немножко сделать все-таки по-другому. Многие советовали мне изменить там что-то в настройках игры. Да, я изменил, но FPS немножко сразу просел. Не так сильно, конечно, как могло показаться. Кольца стали не так пикселиться. Стали немножко смотрибельнее. Но пока, пока они меня, честно говоря, не вдохновили. Ух ты, посмотрите. На этой планете, по-моему, какой-то огненный газовый ураган. Так, а я говорил, что у меня есть отдельно посвященная серия звезде Бетельгейза. Тем, кто не смотрел, найдите в плейлистах по Space Engine. Поверхность планеты очень раскалена. Здесь я бы не сказал, что жарко, как на Венере. А здесь температура, наверное, намного больше. Посмотрите, лавовые потоки. Лавовые потоки на планете. Здесь очень достаточно жарко. Так, а вот теперь давайте посмотрим температура. Тысяча градусов. Температура тысяча градусов. Здесь намного жарче, чем, блин, на Венере. Невероятно. Раскаленный астероид. Карликовая луна Бетельгейза. Неправильный какой-то астероид. Интересный. Напоминает мне яйцо. Попробовать опуститься на его поверхность. И посмотреть на Бетельгейза. И посмотреть на планету. Вот, кстати, кто-то меня в комментариях просил сделать видео по видам с лун на планеты. Вот в этой серии мы, в принципе, сейчас с вами все это и проделаем. Все сделаем. Так, следующее наше путешествие. Куда мы с вами отправимся? Многие просили еще раз. Отправимся мы с вами на объект под названием... Сейчас, подождите. Один с васп G1407 звезда. А у этой звезды есть планета G1407b. Не помню, кто из подписчиков советовал мне посмотреть ее. Отправляемся. Я, по-моему, слышал. Это... Криогенный... Да, Мега Юпитер. Так. У планеты есть кольца. Ого. Ого, вот это система колец. Невероятно. Посмотрите, какие они обширные и большие. Так, диаметр планеты. 129 162 километра. Система колец просто огромная. На каком расстоянии она находится? Стойте, подождите. Давайте сейчас попробуем просчитать это. От края колец до края колец. Так. Расстояние от планеты 170 тысяч. Поехали. Потихоньку. Еще дальше. 2 миллиона. 3... Я уже сбился в цифрах. 0,7... 0,8 астрономической единицы. Когда уже закончится? Стойте. 0,12 астрономических единиц. Я слышал об этой экзопланете, но я почему-то даже не представлял, что она имеет такую огромную систему колец. Расстояние, то есть диаметр колец 0... Ну, сбросим 100 тысяч. 0,50 астрономических единиц. Мне кажется, что в этих кольцах могли бы спокойно поместиться две планеты, знаете, Меркурий и Венера. Так, а у этой звезды, по-моему, только одна эта планета и есть. Оранжевый карлик. Да, один с ВАСП G1407b. Только одна планета. Хм, интересно. Я хочу посмотреть... посмотреть орбиты. Невероятно. Просто огромная система колец. Откуда она появилась, мне интересно. Были планеты? Их разорвало? Либо... Такое огромное, великое тяготение у этой планеты. 14.07b. Так, следующее наше путешествие, ребята, это Туманность Риона. У меня также на канале есть отдельно посвященная серия этому путешествию и этой туманности. В основном здесь, по-моему, все голубые гиганты, но мы как-то находили планету в этой туманности с жизнью. Так, давайте посмотрим. Оранжевый карлик. Можно, в принципе, опуститься на поверхность какой-нибудь из этих планет. Даже на его луну. Посмотреть на планету и посмотреть на саму туманность. Так, реагенная субтерра. Все, какие-то луны безвоздушные... Так, безвоздушные терры. Так, подождите. Посмотрим. Давайте, наверное, вот... Может быть, опустимся на эту луну. Холодная безвоздушная микроаквария. Луна 41. Ориона G7-1. Орбиты... Орбиты мне больше не нужны. Так, а где у нас главная планета? Я ее потерял. Так. А, вот она. Ориона G7. Можно опуститься на поверхность. Луна. Напоминает очень луну. Да. Это она и есть. А в путешествии в серии... Вот, туманности Ориона я что-то не помню. Здесь ли я был? На этой планете? Посещал ли я эту луну? Достаточно очень красивое небо. Посмотрите. Так. Опустимся на эту планету. Я думаю, планета полностью без жизни. Нету никаких микроорганизмов. Планета с кольцами. Давайте ускорим время. Сейчас попробуем посмотреть заход звезды на планете. И посмотрим восход. Я хочу еще раз увидеть эти яркие красочные цвета. Я знаю, многие из вас любят понаблюдать за этим. Так, остановим немножко время. Ночь бы здесь была бы очень-очень яркой. Я скажу, потому что здесь еще на ночном небе видно голубые звезды, другие. Плюс отражение от самой туманности. Следующее наше путешествие мы отправились в центр галактики Млечный Путь. Многие мне писали в комментариях, что не могут найти такого монстра под названием Стрелец А. Вот он, ребята. Он есть. Можете вбить его просто в поиске объектов. И вы его с легкостью найдете. У меня также есть отдельно посвященная серия этому чудовищу. Давайте сейчас приблизимся. Здесь на расстоянии 200-250 астрономических единиц. Вы не найдете ни одной звезды, где есть планета и вообще на ней есть жизнь. Так, приблизимся. Я даже уже вижу его огромное вращение. Вот она, черная дыра. Испускает огромный просто пучок гамма-излучений, радиации. Невероятно. Я даже боюсь к нему сейчас приближаться. Светимость 43 975. Диаметр системы 6 световых лет. Не сказал бы, конечно, что он очень огромен. Но он очень убийственный. Следующее наше путешествие. Не помню, кто-то из подписчиков просил меня посетить планету Гагантиджа. Хат-П-34Б. Тоже экзопланета. Вот такой раскаленный супер-Юпитер. И, по-моему, я где-то читал какие-то статьи, что, по-моему, на этой планете, возможно, существуют микроорганизмы, даже приспособившиеся к жизни с температурой в полторы тысячи градусов. Ведь мы знаем, что на поверхности планеты, в недрах ее, где температура выше, потому что чем ниже опускаемся под землю, тем температура растет. Все-таки идет жар от ядра Земли. И какие-то микроорганизмы приспособились к таким высоким температурам. Планета всего лишь одна. И на расстоянии от своей звезды она находится где-то приблизительно, наверное, 300 тысяч километров. Я скажу так, что если бы эта планета Гагантиджа, господи, простите, была бы на таком расстоянии от этой звезды, как наша планета Земля от Солнца, на расстоянии от астрономической единицы, то, возможно, на ней была бы жизнь. А если бы это был бы не газовый гигант, то, вероятнее всего, на 100% на ней была бы жизнь. Ну что же, вот такой кратенький видосик по вашим комментариям. А следующее наше путешествие будет по двойникам Земли. Мы отправимся ближе к краю Вселенной и попробуем найти планеты с жизнью. Поставь пальчик вверх, подпишись на канал и помни, что космос и Вселенная бесконечны. И наше путешествие только начинается. Всем пока, всем новых открытий. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok